Итак, мы хотим рассмотреть спину на половинку. Напомню, вы знаете, что с этим связаны со спином половина, связана матрица Пауля. Во-первых, Дмитрий Львович просил вам показать, как они сами возникают сами по себе. Это, может, немножко банальное упражнение, но все равно его, наверное, надо проделать. Для этого нужно склонить в общую формулу. Помните, у нас было состояние с моментом G и с компонентом на некоторую ось N. Такое общее. Может быть, буква G использовалась, сейчас неважно. И вот были три компоненты GZ, GX и GY. Из GX и GY мы составляли новые удобные операторы G. Везде тут шляпка написана. Или все-таки лучше большой букв, кстати, обозначать? Ну ладно, неважно, пусть будет понятно. Мы сейчас все равно спину перейдем. Значит, G плюс минус – это GX плюс минус и GY. И вот Дмитрий Львович выводил такие замечательные формулы. Ну, во-первых, мы считаем, что вот это состояние является GY или GZ? GZ, GX, GY. У меня какой-то там сбой, потому что я про другое уже думаю. Вперед. Значит, вот это состояние является собственным состоянием квадрата с таким вот числом. Причем именно здесь шляпа, это оператор квадрата, а это квантовое число, которое нумерует состояние. И оно связано с собственным значением вот таким. А второе, вторая вещь, здесь тоже шляпка, N, G, N. То есть вот эта система собственных векторов является собственной как для компонента, так и для квадрата. Вот с таким соотношением. При этом M меняется от минус G с шагом единица, обязательно с шагом единица, до G. Ну и, как мне трудно сообразить, здесь и в 2G плюс 1. Вот. Всего и в 2G плюс 1. Это общее соотношение. Еще одно общее соотношение, которое мне потребуется, точнее 2. это вот G плюс, когда действует на состояние N, оно переводит его в N плюс 1 с соответствующим коэффициентом. корень G на G плюс 1 минус N на N плюс 1, да? Если мне память не ошибается, не изменяет. Посмотрите, если не ошибается. Посмотрите, у вас где-то там написано, я могу уже. N минус 1 плюс, а соответственно минус, он переводит M состояние в V. Александр Ильич, только под корень будет N минус 1 на N. Вот здесь минус 1. Да, потому что мы действуем на вектор N минус 1. Да, да, да. А у вас там написано, что вы действуете на M, и там M плюс 1, да? Ну да. Как-то, значит, хорошо, спасибо. Нам надо что-то одно выбрать, и тогда будет... Значит, а вот эта штука, она фактически то же самое получается, да? То есть только справа будет состояние минус 1. Ну вот, это абсолютно общее соотношение, которое вытекает из коммутационных соотношений и там, собственно, и все. Там предположение... Ну там обнаруживается, что из коммутационных соотношений вот эти операторы обладают свойствием понижающей, понижающей, повышающей, понижающей и так далее. И потом вот эти вот штуки устанавливаются. С точностью дофазового умножителя по модуле единицы дофазового умножителя вот эти соотношения имеют общий характер. И вот, чтобы рассмотреть спин, равный пополам, мы считаем, что g равняется одной второй. Это вот как раз спин половины. Тогда вы видите, что m изменяется... 2g плюс 1 это будет двойка. m меняется от минус одной второй до одной второй. Поэтому... Да. И в этом случае оператор g по традиции обозначается s. В каком случае? Ну, когда спин мы рассматриваем. Фактически это на самом деле терминология. Но с другой стороны обычно спин предполагает некоторую внутреннюю степень свобода частиц, которые мы не интересуемся, как они на самом деле устроены. И в этом смысле это некоторое квантовое число, которое характеризует частицу, но мы не конкретизируем, за счет каких движений возник этот момент частицы. Ну, потому что, во-первых, у нас нет такой возможности. Мы не можем понять, почему электрон обладает спином половина. И это просто его неотъемлемое свойство. Но с другой стороны, если мы возьмем систему с каким-то моментом же, и не будем интересоваться ее внутренними движениями, пусть они будут орбитальными, то можно считать спином эту систему, если рассматривать как частицу, то формально ее момент можно вполне считать тоже спином. Хотя так обычно не делают. Ну, то есть это к ядрам имеет отношение. Можно рассматривать ядро, как некоторую сущность, а его спин связать с G. Давайте вернемся к простому варианту. Я не хочу этот общий случай рассматривать. Я, может, что-нибудь неправильное скажу. То есть мы рассматриваем частицу, у которой есть собственный внутренний момент, который принято обозначать буквой S. И, соответственно, он обычно один. То есть электрона S равняется… Тогда вот в этих формулах нужно все G поменять на S. Просто формально. Я не буду их переписывать. И мы при этом G одно и то же для частицы, оно не может быть другое. У электрона половинка и так далее. И поэтому можно не писать G. Оно равно 1 и 2. И в этом случае вот эти формулы общие, они переписываются вот как. Значит, теперь у нас SZ. G одно и второе мы не пишем. СZ на M равняется M. Эта формула останется. Где M пробегает значение минус 1, минус 1, вторая, 1, вторая. А, соответственно, S плюс оператор, когда действует… Здесь я почему в общем виде написал? Потому что тут два равенства. M равняется минус 1, вторая, 1, вторая. А вот эти равенства не имеет смысла писать в общем виде, потому что они как бы в одном экземпляре существуют. То есть G плюс действует на волновую функцию на состояние минус 1, вторая и переводит его в состояние плюс 1, вторая с коэффициентом. Давайте посчитаем с таким коэффициентом. Значит, мы должны взять корень. Здесь надо взять 1, вторая до 3, вторых. Это будет 3, четвертых. 3, четвертых. И теперь мы должны… M-то у нас равно на самом деле единичке. Значит, это равно единичка. Это равно минус 1, вторая. То есть с учетом этого минуса получается 1, четвертая. Я не хочу вас обмануть. Тут равно 1, четвертый минус. И здесь равно 2 минус 1. Значит, 1, четвертая – 1, вторая. Таким образом, это есть просто 1, вторая. То есть S плюс действует на состояние минус 1, вторая. Переводит его в состояние 1, вторая. А S минус, соответственно, действуя на состояние 1, вторая с тем же коэффициентом единицы, переводит его в состояние минус 1, вторая. И давайте напишем водитель. У меня немножко сейчас смутило, что есть номер состояния здесь, а что есть само квантовое число, когда мы M пишем. То есть у нас M одновременно и номер, и квантовое число получается. Ну, мы же часто состояние нумеруем с соответствующим его квантовым числом. То есть это и есть состояние с M, равное минус половинка. Другое дело, что я в формуле использовал… Это вы правильно, конечно, говорите, в том смысле, что я, используя вот эту формулу для этого, я M выбрал равное… это самое… сейчас… одной, второй, одной, второй. И тогда формальная формула связывает состояние… Ну, это же тоже M, но как бы свое, M', M'… M нумерует состояние. То есть мы состояние определяем, с каким оно M, с минус одной второй или с одной второй. Другое дело, что мы вот эту формулу, когда прочитываем, то мы сюда подставляем одну вторую и получаем, что это состояние с минус одной второй. Оно связано с состоянием с одной второй, причем вот этого соотношения, совершенно общего. Чем я и воспользовался. То есть S плюс переводит состояние с M, равное минус одно второе, в состояние с M, равное одно второе. Здесь, как и написано, G плюс переводит состояние с M минус один. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Будем считать, что да. Давайте теперь напишем эти операторы в виде матриц. Ну, очевидно, что, как учит Дмитрий Львович, что надо обкладки написать, да. То есть мы хотим сделать следующим образом. Мы хотим ввести состояния такие… Это как бы абстрактные векторные вектора от Гильбертового пространства. А мы хотим написать здесь альфу, которая выбегает значение 1 или минус 1, правильно? Почему? Ну, потому что… или 0 и 1, если хотите. Так или иначе, у нас всего два вектора. У нас два состояния. Одна вторая и плюс одна вторая. Вот. Два состояния. И в этом двумерном пространстве мы должны задать какой-то базис. Вот. И в этом базисе, соответственно, наши функции… Вот я хочу задать такой базис, чтобы вот этому состоянию соответствовало вот такой вот вектор, Ну, потому что раз плюс одна вторая, то это спин вверх, условно говоря, доля Cz, а минус одна вторая – это спин вниз. Поэтому, вот, значит, этому состоянию должен такой столбик соответствовать, а этому такой. Так и хочется. Можно сделать наоборот – дело хозяйское, но все делают именно таким образом. А как мы это сделаем? Мы просто возьмем вот такой базис. Некоторые базисы – это то же самое, как мы, когда от волновой функции переходим к x, мы получаем волновую функцию – все от x. Вот я хочу проделать то же самое. Я хочу проделать так, что вот у меня есть базис 1 и минус 1. Некоторый базис. Такой, что вот когда я рассматриваю 1, 1, 2, то это есть единица. То есть вот эту комбинацию, вот эту комбинацию, я и говорю, что она есть спинор. Вот комбинация из двух комплексных чисел. 1 и минус 1. Можно еще раз вот этот переход повторить? Пси – это оператор. Пси – не оператор, а Пси – просто столбец. Но это то же самое. Смотрите, это некоторые абстрактные вектора в Гильбертловом пространстве. А я хочу рассмотреть пространство, которое натянуто на эти два вектора. Оно двумерное комплексное пространство, и поэтому в нем все вектора можно столбиками обозначать. То есть, грубо говоря, я хочу вот что сделать. Я, например, беру общий вектор в этом Гильбертловом пространстве и говорю, что пусть этот общий вектор записывается в Пси плюс 1 вторая плюс Пси минус 1 вторая. Общее состояние частицы со спином 1 вторая можно выразить вот таким образом. Но вот такому состоянию я могу поставить соответствие просто вот такой столбик. Пси плюс Пси минус. Когда это получается? Пси плюс Пси минус — это коэффициенты, да? Это коэффициенты, да. Коэффициенты вот в этом базисе. Пси плюс Пси минус. В частности, если частица находится в этом состоянии, то соответствующий спинор, вот этот столбик, он вот такой вот. А если частица находится в этом состоянии, то он, соответственно, вот такой. Правильно? Я хочу на языке вот этих столбиков и определить… Он один из того, что нормированно Пси должно быть? Да. Безусловно, при этом мы всегда должны иметь в виду, что сумма квадратов амплитуд нашего состояния, вот, спинного состояния электрона, она должна быть нормированной. То есть сумма квадратов коэффициентов равна единице. Вот. И поэтому, когда мы находимся в этом состоянии, то у нас Пси плюс равняется единице, когда в этом и так далее. Вот. А теперь мы хотим… Я хочу теперь написать, как действуют операторы Сигма-З, то есть Сз, С плюс и С минус на языке вот этих коэффициентов. Си плюс, Си минус. Понимаете? Вот чего мне хочется. Ну, это легко сделать. То есть написать их в виде матриц. Так же, как у вас есть произвольный оператор в линейном пространстве, а когда вы переходите к какому-то базису, у вас появляется матрица. Именно это я и хочу сделать, но в данном случае это всё просто, потому что всего-навсего всё два на два. Вот берём и действуем Сигма-З на произвольное Пси. Сигма-З, когда действует на произвольное Пси, то этот оператор, то он… Пси плюс… Вот эта штука даёт одну вторую. Тогда вот по этой форме я действую. Просто по этой форме. А этот даёт минус одну вторую. Ну и дальше, как нам нужно написать соответствующую матрицу? Очевидно, что матрица будет такой. То есть оператор Си, действуя на Пси плюс и Пси минус, он есть то же самое, что одна вторая, минус одна вторая, 0,0 на Пси плюс и Пси минус. Это просто видно из подчтения вот этой вот штуки. То есть Пси плюс и Пси минус не перепутываются, они остаются при тех же базисных векторах, но при этом умножаются на одну вторую и минус одну вторую. И это мы обозначим как одна вторая, Сигма З на Си плюс и Пси минус. Теперь посмотрим с этой точки зрения на то, как действует вот этот оператор. С плюс. Значит, вот мы действуем С плюсом. С плюсом действует на произвольную Пси. Значит, тогда будет Пси плюс одна вторая. Когда С плюс действует на одну вторую, С плюс действует на одну вторую, тут не написано, но мы знаем, что повышать С плюсу некуда этот вектор, он превращает его в ноль. Поэтому здесь получается просто нулевой коэффициент, или его можно написать. А что касается минуса, то он его превращает в плюс. То есть Пси минус на одну вторую. Пси минус на одну вторую. Но а ноль можно не писать. Таким образом, С плюс действует на такое соотношение, переводит его вот такое. А это означает, что С плюс действует вот такой оператор на плюс Пси минус действует таким образом. Вот таким. То есть видите, мы действуем на Пси минус. То есть новый столбик у нас получается с перевернутыми компонентами, но при этом одна из них равна нулю. А точно также можно убедиться, что вот эта штука устроена таким образом. Ну потому что если подействовать С минусом на эту строчку, то вот эта слагаемая обратится в ноль, потому что понижающий оператор на вектор минус одна вторая, когда действует, она его превращает в ноль. Понижать некуда. А эта превращается в минус один. То есть у нас компоненты меняются местами, но один из них занудряется. Таким образом, представление вот этих столбиков, которые еще называют спинорами, а компоненты спинора подписывают амплитуду того, что вероятность найти частицу со спином, торчащим долю Си З в положительном направлении, это вот это. А квадрат в модуле вот это для рэкции частица со спином, торчащим против Си З. Так вот на языке этих спиноров мы получили, что матрица операторов выглядит следующим образом. Вот, как вы видите, вот эту штуку мы обозначим таким образом. Сигма. Скажите, а амплитуда вероятности для оператора С+, они что означают физически? А как амплитуда вероятности для оператора С+, я не понял. Амплитуда вероятности — это вот эти коэффициенты. То есть произвольное состояние частицы со спином 1,2 можно задать в определенном зафиксированном базисе с ориентированной осью. Вот с помощью вот этих вот чисел С+. И на эти оператор, на эти числа, на этот столбик действует вот по этому правилу. Сейчас мы хотим... А как у нас связаны С+, минус, это есть... Нет, ну мы... Подождите, мы подействовали оператором, значит, мы какое-то измерение провели. Правильно? Я пока ни про какие измерения не говорю. Мы подействовали оператором, просто на функцию ничего мы там не измеряли. Просто смотрим, как под действием этого оператора, как преобразуется функция. Я просто его хочу построить. В этом базисе хочу построить этот оператор. Оператор в каждом базисе выражается матрицей. Что я и делаю? Нет, это понятно. А физически у нас что это означает? Что? Физически что мы делаем? Я не очень понимаю вопрос, что мы делаем. Пантово-механики в каждой величине соответствует оператор. Это не значит, что мы этим оператором что-то физически делаем. Просто есть такое соответствие. Можно отдельно... Вот сейчас просто времени мало, это действует как бы мне на психику, потому что я должен заканчивать. На самом деле можно отдельно поговорить про интерпретацию квантовой механики. Что там, как, какой смысл в этой амплитуде вероятности, какие за этим стоят события, по каким траекториям летит электрон, по каким не летит и так далее. Это отдельная тема, она требует отдельного разговора и тем более не такого, не сутьливого. Когда время формально уже кончилось, я чувствую на душу давление того, что надо заканчивать. Я просто хотел, вот из этой формулы надо вывести, например, cx, это будет s плюс, плюс и минус. Их надо сложить и поделить пополам. Будет sx. И вот по этой причине, если мы с этими матрицами так поступим, тогда получится sx, это будет 1, 2, 0, 1, 1, 0. То есть надо эти две матрицы сложить и поделить пополам. Соответственно, sy, это s плюс, минус, s минус, делить на двои. То есть эти матрицы нужно вычесть из этой вот этой и поделить на двои. Тогда мы получим, что s y, это есть 1, 2, 0, минус и, потому что мы делили на и. Поэтому там не единица, там минус единица. Ну а s z, я уже писал, это 1, 2, 1, минус 1. Таким образом, операторы момента, выраженные в базисе, то, как они действуют на спиноры, а именно на столбики из коэффициентов перед некоторым базисом, они представляются вот в виде таких матриц. И по традиции были введены матрицы Паули, которые вот без этих половины. То есть спин электронов, он выражается через матрицы Паули, но еще половинка это болтается, потому что спин одна-вторая. Но матрицы Паули, они удобны именно вот в таком виде. И s z, соответственно, 1, 0, 0, минус 1. То есть через эти σ выражаются операторы компонентов спина при действии на спиноры. На спиноры, в смысле на коэффициенты, выбранные методом базиса. Значит, матрица Паули обладает следующим замечательным свойством. Ну, во-первых, квадраты их всех равняются англичной матрицей. И в этом легко убедиться. Во-вторых, матрицы Паули, они антикоммутативные. То есть, когда они разные, то при перестановке они меняют знак. В этом тоже можно убедиться. Это равенство еще иногда записывают таким образом. σ и σk плюс σk и σi. Вот вместе это равно 2 δ и k. Здесь δ и k просто σk. Матрица Паули обладает вот таким замечательным свойством. Это только матрица Паули таким свойством обладает. Момент не обладает таким, в общем случае, оператор момента таким свойством не обладает. Вот эти два замечательных соотношения можно переписать в виде следующих красивой формулы. Я на этом, наверное, закончу сегодня. Мне не удалось. Я хотел вам рассказать про то, как спин возникает математически, но это нужно отдельное время. Как возникает призвольное представление группы вращений. Вот я что попробую расскажу. Смотрите, какая интересная формула. Берем произвольный вектор Ах, Ау, Аз. Мы можем построить такую матрицу. Ах σx плюс Ау σy плюс Аз σz. Это матрица. Это коэффициенты, а это матрица σ. Эту штуку можно символически написать вот так. А скалярно умноженное на σ. То есть вот обозначение. Обозначение просто матрицы. Вектор умножаем на матрицу. Эту матрицу разумевают в таком виде. Теперь возникает вопрос. Чему будет произведение двух таких матриц равно? Вот умножить на... То есть мы берем одну матрицу такого вида и другую. И интересуемся, чему это равно. Вот я рекомендую вам убедиться. И тем самым вы повозитесь со свойствами матрицы Павли. Там вы перемножаете ее друг под друга. Получается следующая формула. А умножить скалярно на В на единичную матрицу. Вот тут можно шляпки поставить. Матрица это со шляпкой. Плюс векторное смешанное произведение и... Вот такая вот. То есть вы берете скалярное произведение, умножаете на единичную матрицу. Берете векторное произведение и умножаете на правилу на все матрицы Павли. Но еще нужна има единица. Вот такая формула для матрицы Павли имеет место. А задачи, которые там есть две, они крайне простые. То есть я могу в следующий раз их рассмотреть за полчаса. Что, наверное, и сделано, на всякий случай. Но там диагонализация матрицы 2 на 2 – это очень простой вопрос. И обычно студенты сами справляются с тем, что там написано. Ну вот там вот две задачки. Соответственно, 15-я и... Хотя, конечно, интересно обсудить, как устроено состояние. Вот на языке вот этих вот спинорных координат. Это как раз задача вот про это. Пусть у вас есть ось N, ось N как-то сориентирована в пространстве. То есть как выглядят спиноры в состоянии, когда спин микрона равен половинке вот на эту ось. А 1-2 сюда минус 1-2. Как выглядят спиноры для этого состояния? Собственно, про это задача номер 15. 15, да. То есть мы вот с вами ввели спиноры такие, что вот такое состояние означает спин, торчащий вдоль оси Z. Ну, то есть представляется, что у оси Z вот она как-то задумана. А вот этот вектор N, он уже относительно этой оси Z зафиксирован в полярных координатах своей умной антенны. И поэтому найти вот эти спиноры для вот таких состояний, для произвольной оси, это вещь полезная. Но сегодня я уже, наверное, это не буду делать. Если хотите, сделаю. Уже поздно просто. Уже поздно. Я вас уже и так замечу. Но мы много чего рассмотрели. Во-первых, мы решили задачу права благорода. Во-вторых, может быть несколько не очень изящных, я продемонстрировал, как появляются матрицы Пауэрри. Какие они и какие у них есть свойства. Кстати, замечу, что если А и В вектора такие, что они имеют полевое векторное произведение, например, то тогда, как вы видите, здесь возникает конечная матрица. То есть, если само на себя умножается... ... ...